В глобальном индексе уровня образования, который составляет ООН, Беларусь сегодня входит в первую тридцатку стран, занимая высокое 26 место. И это при том, что белорусская система образования сравнительно молодая. Что-то мы взяли из советской школы, что-то подсказало время, присматриваются наши педагоги и к опыту других государств, беря на вооружение лучшие практики. Страна со старейшими традициями школьного и высшего образования, кстати, занимающая восьмое место упомянутого рейтинга ООН, это США. Наши коллеги разыскали в штатах известных белорусов Максима Мирнова и Виталия Щерба, чьи дети учатся там, и расспросили детей и их родителей, в чем плюсы и минусы американского образования. Пять дней в неделю Виталий Щерба перед началом тренировки в собственной школе спортивной гимнастики в Лас-Вегасе забирает свою дочь Викторию из школы. Досенька, расскажи, что ты делала в школе сегодня? О, мы учили краску опять. Опять учили что? Краску. В американской общеобразовательной школе не получишь двойку или пятерку. Твои знания оценят по первым пяти буквам алфавита. Дочка Щерба не побоялась бы показать родителям свой дневник, она отличница, но его здесь просто не существует. Есть ведомость, в которой раз стремится учитель вносит успеваемость ученика. Сейчас все опять же в гаджетах, все на онлайне, вот уже даже эпы есть, в которые там все оно вкладывается, через него можно и с учителем поговорить, и фотографии посмотреть, которые там в школе делают этих детей, вот, и посмотреть ее успеваемость. Все это сейчас, как говорится, на техническом уровне. В рюкзаке у Вики ланчбокс, водичка и одна папка с несколькими листочками с заданием от учителя. Все учебники находятся в школе, тетрадок тоже нет. Вызывает доски тебя? Ты выступаешь перед всем классом или ты остаешься у себя за партой? Я остаюсь у себя за партой. Мы выступаем, как в кино. У них все действительно не совсем, как в кино. Посторонней в школу не зайдет и на уроках никакого свободного передвижения. Мы можем подавать знаки. Например, вот это, чтобы карандаш взять. Вот это тишью. Третье – get a drink. Четвертое – почитать. Пятое – квашеное. А вот так вообще туалет. School district – это школьная образовательная система здесь, в Лас-Вегасе. Год назад они все поменяли и запретили домашнее задание. У моей дочки в первом классе учительница была украинка, русская. Она здесь 30 лет уже преподает. Поэтому она тихоря после уроков лично, частным образом давала задание тем талантливым детям или тем детям, которые родители просят, чтобы им давали домашнее задание. Для того, чтобы дочь получила должное образование, им приходится нанимать репетиторов. Так, после дополнительных частных уроков Вика перешла из первого класса сразу в третий. Конечно, они пытаются учить грамматики со второго, с третьего класса, но на очень низком уровне. Если взять процент с детьми, которыми я общаюсь в зале, то 99% из них, в общем-то, без понятия о тех вещах, которые не преподают в школе. Общеобразовательная школа в Америке бесплатная. От начальной школы до старших классов. Моя первая дочь ходила в частную школу. Там очень дорого платить, 1100 долларов в месяц. Но там, естественно, в частных школах это не обычная паблик-скул. Там учат намного серьезней, намного выше категории. И там они, естественно, больше знают. Виталий признается, что после пятого класса будет отдавать дочку в частную школу, чтобы подготовиться должным образом к колледжу. Так как оканчиваешь школу, после этого дети стараются идти в университет, в колледж. Вот хорошие колледжи, которые известны, там от 120 тысяч долларов в год надо платить. Поэтому и пытаются родители детям дать, кроме знаний, дать какую-то отдельную дисциплину. Или спорт, или рисование, как он называется, артс, или музыку, или что-то еще, на чем можно получить scholarship. То есть, если у тебя еще хорошие оценки, и, например, этой школе нужен барабанщик или, например, саксофонист, а ты играешь на пианино или на саксофоне, и в ихнюю бенд нужно человека, они могут дать тебе scholarship. То есть, если там 100% scholarship, получается, что ты бесплатно в школу ходишь и учишься. Но здесь очень мелкие колледжи, очень мелкие университеты, маленькие школки, вот как вот у нас ПТУ, которые оплачиваются, там, может, в полгода 500 долларов платишь. А вот это не типичная общепразовательная американская школа. Это школа по системе Монте-Сори в городе Брадентон, штат Флорида. И именно здесь получают образование дети Максима Мирного. Ну вот наша школа. Там вот Миланий класс, мы ее заберем чуть попозже. А там вот впереди вы можете видеть все флаги детей, которые учатся в этой школе. Поэтому ее смело можно назвать интернациональной. Есть и белорусский. Да, вот и белорусский флаг. В центре, между прочим, обратите внимание. В этой школе, начиная с двухлетнего возраста, учатся все четверо детей Максима и Ксении. Мирным нравится индивидуальный подход каждому ребенку. Наша система отличается тем, что в классе учатся дети разных возрастов. И учителя проводят индивидуальные уроки с каждым ребенком. Эта школа, как и все остальные американские, закрыты от посетителей. Нам сделали исключение и показали классы. Здесь все очень скромно, при этом есть все необходимое для обучения ребенка. И чтобы он самостоятельно познавал мир и учился через игру. Здесь не кормят, дети приходят со своей едой. И здесь нет кроваток для младших групп. Дети спят прямо на полу на матрасиках. Такой подход и другие моменты поначалу шокировали выпускников советской школы. Если в нашей школе учитель очень много говорит, учитель много делает на уроке, пытается объяснить материал, и дети отвечают на этот вопрос. Здесь учителя не видно на уроке вообще. Мы были на открытом уроке с Максом. Он мне только постоянно задавал вопросы. Где учитель? Почему он ничего не делает? Максим и сам получал образование в старших классах здесь, в Америке. Правда, в общеобразовательной школе. Приехав сюда, в эту страну, я понимал, особенно когда уловил первые азы английского языка, что я намного впереди всех тех моих одноклассников, с которыми мне довелось быть в классе. Потому Максим, непривыкший к особенностям обучения в школе Монте-Сори, поначалу отнесся настороженно к этой системе. И когда наша старшая девочка уже стала подниматься в третий, четвертый класс, а мы видели, что она объективно отстает в каких-то там азах, в чтении, мы там чуть ли уже не били тревогу, что что же это такое? Она ходит там чуть ли не в какую-то там одну из лучших школ здесь вот у нас в местности и не может читать хорошо. Они нам говорят, нет, мы как бы держим это над контролем. У них каждому ребенку индивидуальный подход. Они не гонятся за какими-то нормативами, что там ребенок должен там к концу первого, второго, третьего класса знать, уметь то-то, то-то, то-то. Они к каждому из наших детей имели свой определенный подход. Когда мы приходим в начале недели, нам учитель задает там несколько заданий и потом мы распределяем, как это делать. То есть мы можем это все сделать в начале недели или на протяжении недели или в конце. Милане Мирной нравится, что нет жестких временных рамок выполнения задания и на следующем уроке к доске тебя не вызывают. И уж точно здесь не принято, чтобы домашние задания с детьми делали их родители. Если я что-то сейчас не понимаю, я просто оставляю и ничего не делаю по поводу этого вопроса. И на следующий день прихожу к учительнице и спрашиваю ее. Если тема совсем пока непонятна, никто не заставляет зубрить ее ради оценки. К ней всегда можно вернуться спустя время. Если ребенок не выучил определенную тему, это не значит, что мы не обратим на это внимание. Каждый учитель следит за тем, чтобы ребенок выучил предмет до конца. И делает это различными способами. Начиная с шестого класса, здесь пристально следят за успеваемостью, готовят поступление в колледж. И ты имеешь право изучать уже только те предметы, которые тебе понадобятся в будущем. Завершил обучение своей математике в десятом классе. Уже последующие два класса я даже не изучал там математику, физику, химию, а концентрировался там на более литературных, гуманитарных, исторических науках. И при всех этих плюсах Милане скучает по масштабам Минской школы, в которой ей довелось заканчивать учебный год в первом и втором классах. В Минске нравится, что очень большая школа. И там есть спортивный зал, и актовый зал, и специальная комната для музыки, и для танцев. То есть там больше места. Анна Эйсман, Павел Романиня, Юрий Ярошек. Специально для главного эфира из США.